Привет всем! Вот и растворилась зима и наступила долгожданная весна. Мы сильно меняем себе настроение и настраиваемся на теплый март. Ну а мы ведем вас в курс самых свежих и интересных новостей. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Осторожно, заразно! Высшую школу журналистики посетили основатели скандальной студии вирусного видео. Ученые Казанского федерального рассмотрели кутикулы круглых червей. Где в дальнейшем можно будет применить это исследование? Узнаешь в выпуске. В зале попечительского совета состоялось заседание ученого совета Казанского федерального университета. На прошедшей встрече, помимо выборов заведующих кафедрами, прошлое подведение итогов голосования «Я выбираю вновь». На повестке дня – конкурсный отбор на должности и представление к присвоению ученых званий. На ученом совете также поговорили и внесение изменений в структуру университета. Предлагаем посмотреть кадры с этого события. Только что мы встречались с директорами институтов и озвучил цифры итогов голосования по вопросу «Выбрал бы ты заново свой институт, наш с вами университет, либо нет?» Если бы ты имел такую возможность вернуться назад и повторить свой выбор места учебы. В голосовании участвовало практически более 70% всех обучающихся в университете студентов. Значит, «нет» сказали 16,8%. Почти 82,2% заново повторили свой жизненный цикл и поступили бы в наш с вами университет. Вирусные видеоролики окружают нас едва ли не повсюду. Сами того не осознавая, мы поддаемся их влиянию. Однако приучить к рукам вирусняк и превратить его в свое грозное оружие можно. Именно этому учили студентов высшей школы журналистики Артур Гальченко и Юрий Дегтярев. Вы уже заразились большим интересом? Тогда именно для вас на следующий сюжет. Ежедневно пользователи всемирной сети по несколько раз в день встречаются с вирусными роликами. Так называемый вирусняк – это особо интересный вид подачи информации, при котором видеоролик распространяется только в интернете, от пользователя к пользователю, а не размещается на телевидении. Каково значение в вирусном ролике имеет креатив? В чем заключаются его особенности? Для чего пользователям сети интернет необходимы такие видео? На эти и многие другие вопросы ответили студентам высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ известные специалисты по вирусным видеороликам Юрий Дегтярев и Артур Гальченко, который также известен под псевдонимом Сэм Никель. Спикеры рассказали, как медиавирус способен повлиять на сознание и мышление каждого. Человек, например, не занимается ничем, видит, что вирусный ролик на него начинает влиять, и он сам меняется. И вот, например, мы приехали и начинаем менять людей, которых сейчас встретим. Спикеры отметили, что прошедший мастер-класс на тему синтезирования медиавирусов в домашних условиях был одинаково полезен как для журналистов, так и для специалистов по рекламе и связям с общественностью. И не только. Артур Гальченко абсолютно убежден, что наработанные навыки работы с вирусником еще не единожды пригодятся абсолютно каждому человеку. Например, договориться с тещей оставить своих детей у нее с помощью какого-то, не знаю, ролика, или не сказав напрямую ей, да, а, например, снять вирусное видео, чтобы она поняла, что, не знаю, там, оставлять детей. С тобой опасно. Да. Потому что там все оставляют с помощью ролика. Творческие работы приглашенных специалистов имеют довольно завидную популярность. Но как создать успешный вирусный ролик? На этот вопрос, к сожалению, от назначенного ответа не дано. И единственной верной схемы до сих пор не существует. Ровно как работающих шаблонов и четких алгоритмов. С этим можно смириться. Но гораздо интереснее разобраться, в чем же все-таки заключается эта загадочная формула успеха. Прошедший мастер-класс еще раз наглядно доказал, насколько важен правильный выбор подачи любой информации. Именно поэтому 90% успешности вирусного видео зависит от идеи. И об этом нужно помнить всегда. Аделья Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В лабораториях Казанского федерального ученые активно занимаются исследовательской деятельностью и проводят экспериментальные работы. Наша съемочная группа заглянула в одну из таких лабораторий и узнала, в чем преимущество атомно-силовой микроскопии. Все подробности далее. Ученые Казанского федерального смогли рассмотреть под атомно-силовым микроскопом кутикулы круглых червей или по-другому нематод. Это очень известный, очень популярный объект в биомедицинских исследованиях. Это очень маленький червячок, который очень подробно изучен. Две или три Нобелевские премии было получено за исследование на этом червячке. То, что сделали мы, мы фактически посмотрели кутикулу червячков в их естественной среде. Многослойная кутикула, которой покрыты черви, представляет из себя сложный комплекс биологических молекул. Можно сказать, что чем-то кутикула червя похожа на кожу. Она была проанализирована в воздухе и воде. Его поверхность, его кожа или, как ее правильно называют, кутикула, это достаточно интересный орган. Хоть он очень простой, но он достаточно многое может сказать, например, о состоянии червячка. То есть, если что-то плохое происходит с червяком, меняется вид его кутикулы, меняются механические свойства. Нам было интересно посмотреть, сможем ли мы уловить вот эти изменения с помощью атомно-силового микроскопа. И выяснилось, что мы можем это сделать. Эта кутикула достаточно много может сказать о состоянии червяка, о том, как он себя чувствует, есть ли у него какие-то генетические мутации или нет. А для того, чтобы это увидеть, нужно использовать различные микроскопические методы. Но электронная микроскопия требует создания определенных условий. К тому же, она не позволяет посмотреть на живого червяка. То есть, для того, чтобы он был зафиксирован, его необходимо будет умертвить. А атомно-силовая микроскопия позволяет не только увидеть, но и определить механические свойства поверхности червяка, не убивая его. Благодаря атомно-силовой микроскопии можно изучить сложные структуры нематоды. Ведь ее поверхность очень ребристая, и ее достаточно сложно увидеть классическими методами микроскопии. Мы рассчитываем, что в дальнейшем эта работа позволит разработать метод эффективной и быстрой диагностики состояния нематоды. И, возможно, мы сможем перенести этот метод и на другие объекты. Экспериментальная работа с круглыми червями началась еще в начале 2014 года. Наши ученые сразу столкнулись с рядом сложностей, ведь работа проводилась с нематодами, которые находятся в естественной среде. Наша задача заключалась в том, чтобы, во-первых, подобрать экспериментальные условия для того, чтобы можно было этого червяка увидеть, причем в жидкости, причем живого. И, во-вторых, нужно было сделать так, чтобы червяк был зафиксирован на одном месте. Важный момент в работе – это разработка специальной подложки, на которой эти червяки фиксируются, никуда не двигаются. И при этом это никак не влияет на свойства червяка. То есть с самим червяком ничего страшного не происходит. Это покрытие можно сравнить с клеем. Оно фиксирует червяка, и тот не может двигаться. Но при этом никакого вреда это ему не наносит. Некоторые нематоды по размеру настолько маленькие, что разглядеть их можно будет только через микроскоп. Очень много исследований проводятся на нематодах, но цель этих исследований – изучать какие-то заболевания человека. Несмотря на то, что мы очень разные, генетика похожая. Если удается изучить какой-то процесс на нематоде, то можно с большой долей вероятности говорить о том, что примерно так же эти процессы происходят у человека. Ученые Казанского университета и дальше продолжат свою экспериментальную работу. В планах провести анализ разного рода изменений, происходящих с нематодами под воздействием различных токсических веществ. И уловить эти эффекты с помощью атомно-силовой микроскопии. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универ Ньюс. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!